Канал Раевский сад и я Татьяна Провоторова. Друзья, октябрь месяц. И наш сад стал даже в пасмурную погоду солнечным-солнечным. Расцветились красками наши гортензии. Они стали более насыщенные, темные. Косты приобрели медовые и желтые оттенки. И не сказать о таком удивительном однолетнике, как Алисум или Лобулярия морская, просто невозможно. Цвести начинает этот однолетник в начале лета. И вот сейчас октябрь месяц с понижением температур. Посмотрите, как эта Лобулярия морская. Почему морская? Потому что похожа на волны их соцветия. Как будто с пенной волной на берег наплывает, натекает эта Лобулярия. Посмотрите, каких оттенков. И белые, и лавандовые, розовые оттенки. Алисум и Лобулярия – это два растения одного рода. И какие бы вы семена ни купили, или Лобулярия, или же Алисума, все они у нас великолепно растут. И самое главное, один раз посадив в своем саду, вы из года в год это растение будете находить при весенних всходах. Надо сказать, что это невероятный медонос. И шмели, бабочки, осы, пчелы в течение всего лета кружатся над этим ароматным растением. И Лобулярия Алисум великолепно у нас произрастает. Это можно посадить и в цветни, и окантовкой вдоль дорожек каких-то, и подбивочкой, как вот здесь вот мы сделали у Ивы японской нишики хакура. Это чудесно смотрится, как почвопокровное растение на наших альпийских горках. Вот сейчас октябрь месяц, они отцветают, и мы как можно дольше оставляем эти полузамерзающие растения на почве. В ноябре месяце это осыпаются семена. Мы убираем просто зеленую массу замерзшую, а семена уже остаются в почве. После восьми месяцев этой зимы, слякоти, снега, дождя, по весне все это дружно всходит целыми колониями. Поэтому сажайте, и будет у вас праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok